здравствуйте это кафхаки рифорд как и обещал хотелось сделать обзор машины хавал который мы приобрели уже месяца два или три назад в тульском автосалоне этот автомобиль китайского производства делают его на заводе который находится в тульской области недалеко от города новомосковск и вот у нас стал вопрос приобретения новой машины когда нашу мазду которая нам по всем параметрам устраивала нас ну наша дочка даша на ней въехала в дерево и пришлось ее продать она нам устраивала мазда только по причине того что мы ее дешево купили за 500 тысяч вот мы ее продали за по моему 200 чем-то 1000 и разбитую весь передний передняя часть была сломана ну короче там человек восстановил ездит и хорошо вот но нам пришлось покупать машину ну так сильно не хотели денег не было вообще чтобы платить первый взнос и как раз предложение было покупка автомобиля фактически без первого взноса и естественно мы поехали в автосалон проверили посмотрели ну и а раз без первого взноса раз ты сразу не ощущаешь какую-то финансовое давление на себя то купили машину фактически максимальной комплектации и она стоила три миллиона по моему 100 тысяч вот то есть на цену особо не смотрели смотрели самое главное на ежемесячный платеж который нам платить нужно сейчас эта машина на 7 лет обходится 60 с чем-то тысяч рублей в месяц нам вот я сказал про финансовые стороны вопроса теперь перейдем собственно к машине ну внешне машина довольно большая но я не знаю как вам показать с него и то есть выглядит она довольно такой большой вместительный и как бы такой солидный ну давайте начнем с таких вещей внешних сразу колеса здесь 19 дюймовые нам продали сразу и зимнюю резину на нее недорого за по моему 20 или за 30000 4 колеса шипованная внешне кажется что у нее очень большой клиренс да вот как бы так вроде бы высокая машина но на самом деле не так все хорошо если наклониться посмотреть у нее там есть выступающие части которые сильно уменьшают клиренс вот здесь особенно видите впереди сзади значит весь все днище закрыта защитой такой листами металла где под двигателем металл лежит вот здесь вот пластик но кстати под пластиком нет антикора когда только ее купили я специально поснимал колеса сделал дополнительный антикор потому что так как мне показалось антикор слабоват значит что еще звукоизоляция очень хорошая внутри тихо хотя звукоизоляция сделано просто толщина толстыми матами такие довольно толстые маты лежат на днище изнутри и сверху прикрыты ковриками всем всем уже остальным значит что поражает и действительно очень приятно это сзади места для пассажиров это вы сейчас спинку откинули сейчас ее назад вот смотрите вот стандартное положение водителя сзади места довольно много для ног пассажиров но здесь находиться очень комфортно конечно версию мы купили с люком вверх и сверху люк смотрите вот такой панорамной большой очень интересно он открывается и внизу когда сидишь внизу в кабине ну внутри в салоне смотришь наверх сзади особенно то очень такое интересно хотя на самом деле такая очень редко применимая опция потому что когда едешь в основном у тебя кондиционер все работает зачем этот люк он как бы и не нужен так багажник сейчас покажу багажник вот такой ну не знаю он не очень большой но не маленький я думаю не менее не больше он и не меньше чем на мазде сиденье полностью раскладываются и есть положение такое промежуточное вот как вот сейчас видите таким образом увеличивается немножко объем багажника очень неплохо сделано уплотнение про это хотел сказать отдельно так здесь что у нас под крышкой здесь колесо я не знаю по моему это это докатка это не полноценное колесо так что еще ну парктроники понятно все это есть кстати при такой дорогой комплектации это как бы топовая комплектация называется тех плюс по моему на машине нет автоматического закрывания заднего багажника это как бы такой вот китайский нюанс теперь про уплотнение смотрите вот как сделано уплотнение ну реально сейчас алю нам было вчера машину ну вот само по себе сделано очень неплохо то есть вот здесь пластиковая низ двери прилегает к резинке видите вот и получается одно уплотнение здесь от грязи и вот второе уплотнение это уже она идет мягкая на двери здесь просто к кузову то есть очень хорошо уплотнено ноги брюки а пороги не вымазываются здесь все в салоне весь вот это все мягкая вот и здесь тоже мягкая здесь все обшито здесь конечно искусственная кожа сиденье с регулировками вот по сюда и спинка все больше нет ну вниз тоже вверх и передвигается вот вот такой объем регулировок у нас есть ну подлокотник открывается и сдвигается хотя в принципе когда сидишь и управляешь машиной локоть вот сюда на подлокотник не положишь хочется чтобы он был немножко длиннее дальше руль не круглая вот с такой вот прямой частью в принципе нормально удобно очень руль хорошо держать в руках все нормально так сейчас открою много всяких бардачок много всяких карманчиков ну всего достаточно принципе все тут ничего такого вроде и лишнего нет и все нормально сейчас открою двигатель по посмотрим покажу двигатель значит вот такой двигатель ну двигатель двухлитровый мощность у него 190 лошадиных сил моторный отсек вот видите вот это я уже оцинкованным мобилем заливал с цинком а так все не в не было никак защищено от ржавчины то есть очень как-то так слабая защита от ржавчины ну как видите двигатель во сколько мы проехали уже он чистом состоянии то есть принципе днище закрыта хорошо вот и генератор все в общем то чистое это значит вот это уплотнение работает не пускает сюда грязь вот хотя видите капот здесь грязный значит грязь мотор не летит кондиционер стоит мотор турбированный ну все принципе вот для замены масла очень удобно тут все на как бы под рукой фильтры воздуховоды вот так вот так дальше дальше оптика оптика светодиодная реально светит очень хорошо и в ночное время и дальние ближние все все работает это дополнительная подсветка при повороте руля включается при повороте вправо в левую сторону это тоже все работает значит какие здесь есть самое самое вообще что в этой машине ну реально ну такое прям можно тут только восхищаться это электронные все прибамбасы сейчас я про них немножко расскажу значит смотрите у нас вот здесь установлена камера вот здесь установлен радар камера установлена еще на каждом зеркале видите вот камера и камера установлена сзади что это нам дает это нам дает что при включении задней передачи мы сразу выключается радио включается на дисплее на вот этом изображение задней камеры и одновременно показывается вид машины сверху и траектория движения машины при повороте колес это бы конечно включить показатель включи с собой не взял вот но понятно это такой что ты видишь как будто бы на машину смотришь сверху и ты четко понимаешь габариты все препятствия и в связи с этим у тебя очень безопасно и получается и парковка и выезд откуда-то если ты выезжаешь такого закрытого места камеры вот эти особенность на зеркалах предупреждают тебя вот когда ты выезжаешь например задом ты не видишь машину которая едет по дороге вот эти камеры предупреждают у тебя вот здесь вот загорается лампочка и идет звуковой сигнал то что есть препятствие ты останавливаешься значит когда ты едешь и хочешь перестроиться из одной полосы в другую включаешь например левый поворот и если там есть автомобиль тебе тоже здесь загорается лампочка и идет звуковое оповещение о том что там есть машина туда опасно поворачивать это здорово теперь значит что еще адаптивный круиз-контроль ну что это такое это значит я сажусь в машину включаю круиз-контроль устанавливаю при помощи двух кнопок скорость автомобиля и он держит эту скорость например впереди появляется другой автомобиль он уменьшает скорость этого автомобиля и едет если ты не меняешь полосу в той же с той же скоростью как и впереди идущий автомобиль если ты меняешь полосу тебя освобождается свободная полоса радар видит что полоса свободно он увеличивает скорость до той которую ты установил и едет с этой скоростью значит если при этом начинается горка спуск то есть машина может ускориться, он автоматически притормаживает. Значит, так же притормаживает на любое препятствие, которое при этом машина встречает. Есть еще одна функция, которая вообще волшебная. Это функция удержания автомобиля в полосе. То есть, во время движения, если есть хорошо видна разметка, это все делается по камерам, он захватывает, если эта функция включена в машине, он захватывает дорогу и сам руководит движением машины. То есть, руль крутит сам. Он сам подруливает, чтобы держать полосу. В это время вы можете вполне бросить руль, хотя делать нельзя это. Он об этом предупреждает сообщением держите руки на руле. Но, в принципе, можно бросить руль и даже если при этом дорогость будет делать поворот и разметка будет хорошо видна для камер, то он затормозит и войдет в поворот с нужной скоростью и не бросит полосу. Понимаете? Вот тут это это тоже очень уникальная вещь. Что это позволяет? Это может дать возможность сильно расслабиться, но, в принципе, позволяет, например, на что-то отвлечься в салоне и это будет безопасно. Отвлечься, ну, на какую-то ерунду, там, например, взять бутылку с водой или такое, ну, чуть-чуть отвлечься даже. И то это будет безопасно, потому что ты знаешь, что машина держит полосу. Очень это хорошо, когда ты едешь по трассе, по автомагистрали на далекие расстояния. Мы ездили на Донбасс, вот именно это очень нам помогло. Дисплей довольно большой, тоже все хорошо видно. Значит, коробка передач здесь автоматическая, но не гидротрансформатор, а робот, роботизированная коробка, сделанная китайцами, но с участием немецких специалистов. Есть функция автоматического постановки на ручной тормоз во время движения по городу. Ты ее нажимаешь, останавливаешься перед впереди идущей машиной и бросаешь ногу с педали тормоза, можно убрать. Потом старт начинается педалью газа и сразу машина едет и также останавливается. То есть, короче, не нужно ничего, не нужно держать ногу на педали тормоза во время остановки. Есть вот такой джойстик управления всеми системами. Здесь телефоном, там радио, медиа. он крутится, нажимается, все на экране, все это отображается. Это система, дисплей управления климатической установкой. Значит, здесь стоит климат-контроль, поддерживает температуру, очень хорошо работает кондиционер, то есть, даже в самый жаркий день вполне всего достаточно. Ну, если недостаточно, вот, пожалуйста, такое окно. Сейчас не включена машина, нельзя. Дисплей электронный, показывает скорость в электронном режиме. все вот так. есть управление голосом, здесь можно, подключается CarPlay, вот, шнур, если iPhone у вас, или Android, сюда подключается, и здесь на экране у тебя высвечивается вопрос навигации, вопрос управления музыкой, контакты, телефон, все управляется через голосовое управление. Вот есть кнопка управления голосом, и все, вот здесь стоит микрофон, и, пожалуйста, все управление идет голосом. Функция затемнения зеркала автоматического заднего, функция автоматического управления дворниками, и автоматическое управление светом. Включение дальнего и ближнего переключается автоматически. Есть такая функция. Дальше, что еще? А, обогрев зеркала, обогрева лобового стекла нет, есть только обогрев зоны дворников. А все лобовое стекло не обогревается. Но есть USB-разъемы, это для подключения этих радар-детекторов или всех устройств, которые здесь ставят, чтобы здесь было питание. Значит, у нас еще была комплектация с сигнализацией. Ну, салон вот такой делаю я вам обзорчик, такой небольшой. Салон удобный, airbagи и в стойках, и в панели приборов. Все здесь есть. Так, это у нас бардачок. Бардачок такой, как бы, не особо вместительный, но нормальный. Сидение удобное, очень удобно и самое главное, вот эти поддерживающие есть такие выступы, которые хорошо держат тебя в сидении, водителю очень удобно. Ощущение от вождения, я бы сказал, что очень похоже на немецкую машину. Никакого такого раскачивания, рыскания нет. Довольно жесткая она и хорошо держит дорогу. Управляется очень четко, понятно, без всяких нюансов. То есть, очень приятная в управлении машина. Есть один такой недостатки, теперь скажу. Первое, что сразу бросается в глаза, видите, в зеркало очень маленькое заднее стекло. То есть, грубо говоря, в это зеркало, в зеркало заднего вида почти ничего не видно, поэтому лучше пользоваться зеркалами вот этими. А так, в зеркало заднего вида видно очень плохо. Маленькая очень площадь заднего стекла и там мало еще подголовник там стоит. Ну, короче, если еще грязь и дождь там будет забрызгано, то вообще плохо видно. Так, плюс еще такой очень приятный, это вот эта площадочка. Это не просто площадочка, это площадочка зарядки телефона, которая заряжается телефон, короче, беспроводно. вот кнопка включения этой функции и сюда кладется телефон и он заряжается, если телефон поддерживает эту функцию. Так что, вот это хорошо. Очень много дефлекторов, вот здесь, 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 короче, все здесь вот дефлекторы. Зимой мы на нем еще не ездили, но летом, конечно, очень много приходится даже закрывать, потому что нету, сильно дует на водителя, поэтому можно заболеть даже. Звук от системы очень хороший, то есть, здесь динамики везде встроенные и работает звук вообще идеально. И есть регулировка увеличения и уменьшения звука на переднее, на заднее сиденье. То есть, короче, так вот. Так, двигатель я показал. Значит, следующий момент. Динамика. По динамике разгон у нее очень хороший. Очень хороший. Разгоняется мотор 190 лошадиных сил просто волшебно. Не хуже, чем вот наша Мазда, у которой было 238 лошадиных сил. Но здесь есть один подвох. Это расход топлива. Короче, эта машина не расходует мало топлива. Она расходует много топлива. мы четко, вот прям так вот, чтобы дотошно не засекали расход, но он явно больше 10-12 литров на 100 километров. То есть, двигатель, из-за того, что этот двигатель мощный, тут расход топлива, извините, он существует. И тут никуда не денешься. Его, конечно, можно уменьшать, не делать резких разгонов, торможений, ехать в не дерганом, а в ровном режиме, то будет все тогда хорошо. Но так вообще расход топлива большой. Ну, понимаете, честно говоря, для нас вот то, что мы едем, удобно, быстро, можем доехать в Тулу. Вот сейчас, например, Дима и Даша поедут получать свидетельство о рождении на ребенка. Они будут ехать в нормальной, комфортной, безопасной машине. Это уже приятно. И это уже то, за что есть смысл платить за это топливо. Так. Про управляемость сказал. Расход топлива. Да, очень хорошо работают и видны все светодиодные вот эти все оптика. Сзади вот тоже есть подсветка для тормозов. работают хорошо парктроники. То есть тоже и даже глюков никаких не было. Вот у нас на фольксвагене бывали такие глюки какие-то. Ну, может, пока грязи такой не было. Значит, да, вот про клиренс тоже очень такой момент важный, что казалось бы машина высокая, вроде бы как внедорожник, полноприводный он, кстати, я забыл сказать про это. но где-то будет, например, торчать какой-то камень, ты думаешь, что ты его проедешь. Нет, лучше его объезжать. Несколько раз уже бились моторным железным щитом, а такие вот препятствия. Есть режимы управления подвеской, не подвеской, а двигателем. Есть нормальный спортивный эко режим, так называемый. это просто замедление, определенный алгоритм включения передач. Здесь 7-ступенчатая автоматическая коробка передач с возможностью управления руками. Вот видите лепесточки на руле плюс-минус. И если работаешь в ручном режиме, то можно руками переключать передачи. Ну, нажатием на вот эти рычажки. Так вот, вот эти все функции коробки передач. Это нормальный режим, спортивный. Что такое спортивный режим? Это значит просто дольше едет на пониженной передаче. И в случае, если ты на этой пониженной передаче дал газу, то на этой же пониженной быстро происходит обгон какого-то автомобиля или объезд препятствия, и потом продолжается движение. То есть на седьмую передачу он почти никогда не перейдет, а будет все время ехать на шестой, чтобы увеличить динамику. Если эко-режим, то наоборот, слишком сильно, слишком плавно и медленно происходит движение, из-за этого, конечно, сильно понижается расход топлива, ну ты как бы не не можешь делать какие-то резкие обгоны, резкие маневры. Как видите, вот до сих пор вытекает антикор, который был сделан на заводе. Видно, он был сделан обильно, но, как я сказал, именно защитный такой антигравийный антикор был не очень, поэтому я его добавил сам. блокировка дверей, управление настройками зеркал по вот этому пультику, открывание стекол. Значит, при очень интересная функция, как машина закрывается и открывается, то есть, чтобы поставить на охрану машину, нужно при наличии у тебя ключей в кармане подойти, просто нажать на вот эту вот так вот провести пальцем по этому месту на ручке. Чтобы открыть дверь, нужно просто опять при наличии ключей у тебя в кармане подойти и взяться вот так за ручку и все. И машина открывает, дает возможность тебе открыть ручку. Все, двери открываются, то есть, не нужно никаких ключей вставлять и так далее. Хотя, в случае, если эта система не работает, ключи, все это есть. Можно и без нее работать. Ну, вот на крыше есть такие рейлинги для установки багажников. Значит, собственной системы навигации в этой машине нет. Это или комплектация такая, я не знаю. Короче, здесь, хоть и есть антенна навигационная, якобы, но, но, своего GPS или глонасса у этой машины нет. Если хочешь работать и видеть карту, навигацию, то нужно подключать телефон, у которого подключены там Яндекс карты или Google карты, и тогда он будет все показывать. Своей навигации у него у этой комплектации именно нет. внешне, вот смотрите, как видит выглядит передняя решетка. Ну, как бы я так сказал, ну, на любителя нормально. Нормально. В общем, я скажу, приятная машина и когда на ней поездишь, самое главное, то ты не устаешь. Это четко замечаешь, что просто машина дает тебе возможность комфортного управления, которое позволяет быстро доехать куда-то и не устать, самое главное, приехать. И потом, вот Алена вчера ездила на техобслуживание, приехала и пошла на дойку. То есть, она вполне не устала. Ну, альтернативой покупке этой машины у нас было бы оставить себе Ниву и ездить по всем делам на Ниве. А так вот сейчас у нас этот хавал. Обзор уже длится 27 минут, ну, можно еще пару слов вот скажет Дима с Дашей. Они сейчас уезжают? Можно, конечно, неплохо было бы для фермерских нужд, и для того, чтобы он все-таки был более подходящим для российских дорог. Высокий, да? поднимать, лифтинг делать. Да, Скорее всего, как-то или настраивают, или меняют пружины. Пружины, да, подвеску. Дим, я не мог включить, показать, как он заводится. У тебя же ключи есть? Покажи сейчас, во-первых, вот система запирания от одного нажатия, он сразу откирает. Это у Димы сейчас ключи есть. Отпирание, он реагирует на движение ручки. Тут из таких ножек это открывающийся полностью потолок. Вот эта шторка и полностью окно. Мультимедиа система. Сейчас я заказал стекляшку на вот это окно. Ну, тут система CarPlay, вот видите, радио, хочешь радио, нажимаешь радио. там самое интересное, что он и по Bluetooth связывается с телефоном, и по проводу связывается с телефоном. Площадка для зарядки, для зарядки, опять-таки, iPhone заряжает. Точно показывает скорость, есть система круиз-контроля адаптивная, то есть он все рассказывал. Следит из-за дальности, за скоростью и тормозит, и даже просто сам по себе на поворотах притормаживает, и причем в зависимости от резкости поворота притормаживает по-разному. Вот. Ну все, мы поехали. ему уезжать надо. забирать документы на человека, на нового человека, так что на путь. Да, закрывай люк. Вот люк открылся, вот люк закрылся. Двойное нажатие, закрывает полностью. Можно до половинки открывать. Я уже успел, вот там вез сидение на трактор, успел порвать защитный экран. Будем зашивать иголкой с нитками или приклеим бабочку. Ну все, ну давайте, да, все, счастливо, потихоньку. Я вам двери открою. Ворота, да. вот сюда. ну сейчас он будет ехать я покажу вот а и и и и и и и и вот такой хавал снизу покажу клиренс ну как бы конечно мы обременили хозяйство еще одним кредитом ну он такой не слишком большой для нас но пользы конечно мало с точки зрения для хозяйства для заработка денег но для того что все-таки мы довольно тяжело работаем и чтобы себе облегчить какие-то такие вопросы то это хорошее решение вот такие такой обзор хавала всего всем доброго до свидания а 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